доброе утро море хорошее у нас все еще пасмурно сегодня с утра прям дождик был представлять но никакой прохлады это вообще не принесло как был 30 градусов так оно и 30 градусов даже еще хуже потому что парит как бы влажность такая еще сильнее поэтому от него ничего хорошего от этого дождик грязь только машины все чумазы вообще люблю такую погоду машины сидите грязь чем мы а так чем и лая внутренности вчера мыла машина этот багажник в багажник капот открывали и там промывали для этого только чтобы пройти сегодня техосмотр мне сегодня придется с работы пораньше поехать мне будет уже может дать бананы вон висят но не вот эти невкусные банан хотя другим многим нравится зато все чистенько вот такое осталось и машины в пыли но дороги зато чистые какашки все промылись в общем пока новости посмотрела быстренько вам расскажу пока не забыла в общем у нас на сегодняшний день про вирус буду рассказывать 1400 зараженных за один за 24 часа и 70 процентов всех зараженных это молодые люди до 30 лет представляете вот и сейчас барселоне там разных самое место пика это каталуния мадрид ну как все в принципе и раньше арагон в общем и в барселоне делают всем тесты чтобы выявить зараженных потому что 50 процентов идет без симптомной то есть они за они у них есть вирус но никаких симптомов нет вот некоторые говорят как это так вирус бессимптомный герпус ты тоже в нас всегда сидит и не всегда он вылазит правильно но вирус сидит у нас так что вирус коронавирус тоже сидит у нас но многих у 50 процентов он никак этим не выражается но тем не менее люди ходят почему нас заставляет носить маски потому что эти люди ходят чихают разговаривают с вами и выпускают свою слюну слюну на вас вы заражаетесь если он идет в маске то он на эту слюну сам же и как говорится заглатывает вот а если еще и вы в маске то до вас это вот заражение не дойдет вот зачем мы носим все маски вот поэтому вот так вот делают всем тесты но вот они говорят что где всем желающим но говорят в этой очереди нет нет молодежи до 30 лет то есть сейчас как говорят что заражение идут из от молодежи которые находят на дискотеке которые делают вот эти вот бутейоны то есть там собираются группами выпивают и все такое потом идут домой и заражают уже своих родителей которые более находятся в риске которые потом кладут в больницу вот и может быть некоторые умирают вот так вот что еще рассказать больше ну а в основном это вот так как то в общем каждый каждый день все растет и растет 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 я помню раньше когда некоторые говорили надеялись такие что придет жара и весь вирус этот умрет я не верила потому что я смотрела на другие страны бразилии все такое там вирус процветал сейчас вообще в бразилии он там процветает и у меня вообще знала ну знала и думала что никуда он не уйдет жарой ему помню по барабану жара холод вот ему главное чтобы мы вот так плевались друг на друга и заражали друг друга вот так вот поэтому я лучше в масочки врачи ходят всю жизнь никакой астмы у них нету никакого ничем они не болеют всю жизнь работают в масках живы здоровы мы же тут на час если наденем все умрем и астма у нас появится я маску в день нашу вот если прям полностью час вот я сейчас сижу людей нету я ее естественно не надел хожу с чарли я не надела я пошла в магазин на 10 минут я надела маску не умру я в десяти минут ношение маски люди работаю полчаса работаю я в маске тут прохладно меня дом она мне совершенно не мешает дома вот ушел человек я ее сняла все поэтому как бы целый день живы из не спите что ли ой блин все возникает астма возникают болезни все бактерии себя вот вы вдыхаете намного-много больше бактерий вот они сейчас летают снег кружится летает летали вот так вот и сидим жара от него страшная нет вот ему приспичило сюда ладно сейчас немножко вам рассказала посижу немножечко и пойдем техосмотр проходить приехали сдавать медосмотр это для машины так машин столь здесь много чарли кино муж пошел там платить что-то там буквы в документы раза заба это в общем давайте буквы документы на том табло высветится наш номер для сегодня не буду сама сдавать в неохота я в прошлом году сдавала кино омбре сид сид да он когда в таком оге ну он там все сейчас нас уже очередь наша представляете сейчас платить карточку а вот он моя машина вот она надо же в общем платить карточка я пин забыла представляете хорошо хоть это 44 евро стоит заплатить за техосмотр но я не надо там было никакого пина ничего так прошло от нервов забыла пин представляете все мы уже дома холодильник смотрите жира почти нету сейчас будут лопать с хрена у меня меня и буду варить вареники с творогом и грушей мангу поспела не знаю может быть на пляж поехать все таки собираюсь поехать на пляж жара страшная в общем подумаем смотрите вот на той части пляжа неправильно сели здесь же как вот одна полоса другая одну не одну полосу здесь можно садиться вторую нельзя третью можно четвертую нельзя а все люди почему-то серия на вторую полосу вот где повыше видите вот они палок полосу а чтоб дистанции соблюдать и вот та часть неправильно сели сейчас вот то есть специальные люди нанятые чтобы вот смотреть за дистанции всех разгоняют чтобы они все правильно сели и вот они видите за зонты свои переносят с высокого свыше пониже так что у нас тут все под контролем море замечательная вода офигенная так прошу на плавалась и кстати здесь не пас можно хорошо а дома прям жарище жарище а здесь красота я кайфую я кайфую двигаю телом я уже дома вчера сок то покупала я яблочный а и выбросила но не выбросила бутылку вот это вот а поставила ну туда вот где у меня стекло собирается потом такая подумала блин бутылка классная я туда в воду буду наливать и ставить в холодильник я вообще холодную воду не очень люблю я могу смешивать ее голодную не холодно вообще горячие и смотрите какая классная как у нас вот раньше помните молоко было такое широкое горлышко достала здесь мир лузу они такие вот медальоны без кожи без костей размораживать хочу потушить с луком на завтра но сегодня обжарю для недавина сегодня все сделаешь пока к чарли погуляю она как раз разморозится и вот сделаю случку вкусненько будет мне что я хотел а сейчас на ужин знаете не хочется ничего у меня тут есть у кабачка было где-то кабачка надо искать и пожарю сейчас просто на сухой сковородке пол кабачка со специями там со всякими он уже почищен я когда-то слопал уже пол кабачка и сейчас их вот уже доем вот такой ужин без хлеба без всего прям вот так я вообще кабачки люблю очень но на вам чуть не показывал него хвост смотрите начинает расти да по веселому вкусняшку воду сменила одну воду я ему каждый день меняю смотрите какой уже хвост то было вообще без хвоста до чуть и пи так вот жарко ему идем с чарли гулять о у меня тут смотрите даже отсюда растут грибы мужу завтра на обед прикол даже отсюда это земля такая представляете грибная это трындец так вот вообще у меня в сумке в такой в которой я хожу с которой я хожу чарли гулять никогда нет денег ну не беру с собой деньги а так как вчера чайник купила вот и мы типа к меканику х ездили там вроде бы ему надо было заплатить но по-то в конце не заплатили потому что не за что было чайник купила и вот деньги у меня в сумке оказались шла мимо фруктова думаю пойду посмотрю открыт не открыт потому что время 9 вот и гляжу открыты и я в общем дела себе а то у меня там уже совсем беда одна слива осталась и мангу взяла вот такие слива они обалденно вкусные два персика один холодильник запихала такие вот яблоки знаете они во первых пахнут яблоками и они самые вкусные потому что сорван из дерева как бы звучит да вот эти все магазинные яблоки они все обработаны воском их надо чистить а я люблю яблоки натуральные чтоб со шкурочкой чтоб вкусненько было вот сейчас кстати попробую у нас кстати соседка все-таки родила царица в ночь не то сына не то дочь точнее родила сына потому что я я когда шла гулять как раз ее встретила и там все соседки рассматривали вот этого ребенка а вот и говорили о как хорошенький как с огорода с нашим деревне вкусно какие обалдеть этим яблоки соль пухарли так вот не затарилась сейчас ребеночек плачет слышу плачет и зовет мой ненаглядный боль моя мой ненаглядный я твоя слышите не слышите ладно буду жарить рыбу как и вкусно прям деревенский так для начала нам нужно рыбку обвалять засыпаем в пакет немного муки специально для обвалки теперь туда кладем рыбку подсоленую включаем огонь тем самым временем наливаем оливковое масло потому что здесь будет все естся и маслечко и рыбка и лучок и пока там у меня все будет разогреваться масло я вот так обваливаю рыбку легко просто чисто очень двумя ругами конечно не одной все масло нагрелось кладем рыбку жарится и на таком довольно таки сильном огне можно обжаривать рыбку потому что она все равно потом будет тушиться тушиться с лучком и пока у нас тут обжаривается рыбка будем нарезать лучок убавляем огонь на средний переворачиваем рыбку аккуратненько чтобы она не стреляла и засыпаем все луком я нарезала полукольцами так прям сверху посыплю специями для рыбы такой у меня из меркадоны и закрываем крышкой маленькая камешка берем ководку и смотрим чтобы все это не сгорело вот и мешаем периодически и переворачиваем чтобы все это вот на медленном огне тушилось до готовности лука после того как нам минут пять прошло я увеличила огонь вот и вот и теперь зажариваю лук потому что рыба то готовится быстро вот так вот поворачиваю туда-сюда видите зажаривается лук я вареный не люблю лук поэтому я его зажариваю запах идет завтра картошечка сварится и будет просто шикардос вы как делаете рассказывайте я знаю что с морковью как-то тушит но я не люблю с морковью я вот с луком люблю у бабушки еще знаете на сковородке это хек на сковородке поджаривалась корочка вот такой вот прилипала иногда вот так хлебом всего шкаблевала шкаблевала это была самая вкусная часть вот ну что слюнки потекли у вас у меня да но это на завтра ну все доготавлю минут пять и все оно готово такой вот легкий рецепт что друзья всего самого на улучшилось встретимся с вами завтра ставим лайки спасибо вам за комментарии и всем пока пока пока